Труба длиной в несколько десятков метров. По функции напоминающая пылесос, основной агрегат рабочих из химводостока. От бытовой техники устройство отличает только давление. Здесь оно колоссальное, примерно 6 атмосфер. Ощущается такое, как на глубине в 60 метров. Аппарат высасывает из точных ям лишнее – ил, листву и сухие ветки. После прочистки – следующий этап. Рабочие просят отойти подальше от канализации. Сейчас, шутят коммунальщики, начнется извержение. Вот оно – бурление грязной воды и брызги из точной ямы. Верный признак того, что процесс пошел, и оттоку воды теперь ничего не мешает. За смену бригада из четырех человек успевает прочистить не более 300 метров водосточных сетей. Все зависит от диаметра и толщины труб, а также от степени их загрязненности. Наша работа, она так в целом незаметна, но ее сразу видно. То есть ее отсутствие видно именно вот в период обильных осадков. Заранее составляется план промывки. Не просто берется улица и хаотично моется. Мы знаем места, наиболее подтопляемые в городе. Какие это места? Ну, это, допустим, коммунальный проезд, та же Спартаковская улица. Частенько это тонет. Всего в городском округе около 200 километров водосточных сетей. Чистить их необходимо округлогодично, даже в зимний период. Субтитры создавал DimaTorzok